Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, друзья! С Мёртвого моря в сторону Иерусалима, неподалёку от городка очень живописного Малия-Думи. Рад познакомиться с Вами и слышал много Ваших выступлений в международных и в украинских форумах, которых Вы консультировали как военный эксперт. Меня очень тронуло Ваше обращение как офицера запаса армии обороны Израиля к российским военнослужащим. Израильская армия очень многому меня научила. Это в каком-то смысле, ну, до известной степени, я могу сказать, что это была моя путёвка в жизнь. Много было мной подчеркнуто и в морально-этическом отношении из службы в Израильской армии. Так вот, один из аспектов, которому я здесь научился, это то, что бывают преступные приказы, такое может произойти. И ни в коем случае не следует выполнять преступные приказы. И нужно уметь дифференцировать легитимный приказ от преступного. И выполнение преступного приказа является, соответственно, преступлением со стороны военнослужащих. Это с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, вот я на секунду попробовал поставить себя на место российского офицера. Там же не все фашисты и подонки, да, в них есть очень разные люди, ну, у которых сложилась жизнь вот таким образом, что они оказались офицерами в российской армии. И я начал искать какую-то поведенческую модель, а как человек может остаться человеком, не замараться на всю жизнь в крови, не замараться в преступлениях и при этом, ну, сохранить свою жизнь. И обращаясь, обратившись таким образом к российским офицерам прежде всего, я надеялся указать им некий вектор поведенческий, который бы позволил им остаться людьми в этой ситуации и не стать преступниками, и каким-то образом поспособствовать прекращению этого кошмара и преступления, которое называется агрессия российской операции против Украины. Поначалу, когда это все началось, на второй день войны, я вопил во всех соцсетях, везде, где я только мог, я призывал россиян остановить это немедленно, потому что я понимал, что война — это такой джин, когда его выпустишь из бутылки, он потом, пока не насосется крови, он обратно не залезет. Но ведь россияне-то считали, что они через три дня Киев возьмут, поэтому в меня полетели, так сказать, гнилые помидоры со стороны российских пабликов различных. А я вспоминал нашего прославленного генерала, военачальника политика Риэля Шарона, который много после себя оставил афоризмов, и он любил говорить такую фразу, а уж он знал в этом толк. Ты всегда знаешь, как ты начинаешь войну, и ты никогда не знаешь, как ты ее заканчиваешь. Так вот, я напоминал тогда и сейчас напоминаю россиянам про этот афоризм. Война — ты никогда не знаешь, как ты ее заканчиваешь. Дай Бог, чтобы справедливый мир, а не капитуляции Украины были установлены. А я, тем не менее, хотел бы, чтобы мы вместе с вами послушали вашу песню. И, может быть, за этой песней вы скажете, как же человеку можно сохранить одновременно и свою честь, и свою жизнь? Эта песня называется «Приказ». Она написана очень давно, вот как раз по следам моей службы израильска. Если ты хоть раз выполнял приказ, ты поймешь меня, если ты воевал или даже бывал в плену. Ну а если ты был фаворитом дня, то тебя разозлил рассказ промолчать лишь те, кто погиб, защищая страну. Если помнишь, как пахнет горчичный газ, если помнишь ее лицо, от бравых маршей клонит тебя ко сну. Если лучшего друга приласкала свинцом, а в душе твоей воет фугас, промолчать лишь те, кто погиб, защищая страну. Если в голове твоей пустота, если ноги твои, как из ваты, и в последнее время ты пристрастился к вину, это значит, когда ты был бравым солдатом, и ты выжил один из ста. Промолчать лишь те, кто погиб, защищая страну. Что же вы сказали бы сегодня российским офицерам и солдатам, которые, может быть, смотрят нас сейчас? Я призываю российских офицеров подумать о том, что будет после того, как война закончится. А закончится она, что бы дальше ни происходило, позорным поражением российской армии. И я призываю их подумать о том, как они дальше будут смотреть в зеркало на себя, помня, что они убивали мирных граждан, ни в чем не повинных людей. И смотреть на себя в зеркало им придется до конца своих дней. И я хочу их призвать к тому, чтобы им было не стыдно смотреть на себя в зеркало. То есть, прежде всего, сможет ли человек жить в мире самим собой? Сможет ли он уважать сам себя? Конечно, практически я не знаю, как могут офицеры и солдаты, которые находятся в строю и которые получают преступные приказы, отказаться от выполнения этих приказов, если только им не принять соответствующее наказание за это. То есть, можно сказать, людям лучше идти в тюрьму, но не мобилизоваться, то есть не быть в строю. Но если человек уже находится в строю, и там стоит перед очень сложным выбором, то есть ли получить пулю в затылок или, так сказать, или идти в атаку, наверное, это сложный, очень моральный выбор. Ну, вы знаете, есть очень много технических решений, самых разных. Ну, например, одно из таких решений можно сдаться в плен. Насколько я знаю, что в Украине существует программа, которая называется «Выбери жизнь». Очень еврейское, кстати, название. «Бахарта Бахаим» — это заповедь Тори, слова Торы. И «Выбери жизнь». То есть человек может выбрать жизнь и найти возможным сдаться в плен, но не участвовать в убийстве других людей, не убивать и не быть убитым. Моему отцу 93 года. Так получилось, что он единственный остался в живых из всей семьи. Вся его семья была уничтожена в Леднянском гетто. Это граница между Украиной. Прошу прощения, если между Белоруссией и Россией. Это Смоленщина. И остался он в живых, потому что он бежал из гетто, будучи подростком, и принкнул к партизанскому отряду, и воевал как боец, как рядовой. Был награжден медалью за отвагу, является инвалидом Великой Отечественной войны. Вот проживает сегодня в Иерусалиме уже очень пожилым человеком, как вы понимаете. Он мне рассказал массу интересных, страшных, поучительных рассказов, историй. И вот я хочу одним из них поделиться. Осень 1941 года евреи местечка Лиды уже находились в гетто, и мальчишки пытались каким-то образом пробраться за его пределы для того, чтобы попрошайничать еду или что-то найти съестное, потому что в гетто люди, в принципе, умирали от голода медленно и мучительно. И, ну, мальчишки, они смотрели на бесконечные колонны немецкой техники, которые шли в сторону Москвы, потому что местечко находилось на старой Смоленской дороге. И вдруг отец обратил внимание, что техника стала другой. Вот она внешне отличалась от той же. Это его заинтересовало. Он подошел чуть поближе, и там стояла машина, которая сломалась, и водитель пытался ее починить. Он был долговязый, немолодой, и отец из любопытства мальчишеского любопытства подошел чуть ближе, и тот его заметил. И вдруг он окликнул его на ирш. И он сказал, подойди сюда. Отец подошел. Он отбросил занавеску полок, которым была закрыта задняя часть машины, и там была скотина, был скот. Он взял маленького теленка, с трудом приподнял и дал его отцу. И говорит ему наибиш, ты сильный мальчик, отнеси этого теленка своим. Ну, теленок, сколько он там весил, может, 15 килограмм, 20 килограмм, не знаю. И передай своим родителям, если они живы, что я немец, я чех. это были чешские «шкоды», которые шли на Москву. И был чешский водитель, которого, видимо, мобилизовали в немецкую армию. И он хотел остаться человеком. Это, возвращаясь к нашему с вами разговору о том, как можно остаться человеком в любых обстоятельствах. То есть в любой ситуации у человека есть выбор? Ну, так нас учат наша еврейская религия, свобода выбора. И в данном случае мы тоже выбираем. Не только российские солдаты выбирают стрелять, не стрелять, сдаваться, не сдаваться, убивать, не убивать, но также мы выбираем молчать или не молчать, говорить о мире, поддерживать мир, поддерживать Украину, поддерживать жертву агрессии. Так сложились обстоятельства, что в 2015 году я провел в городе Кривой Рог тренинг по военно-полевой медицине как офицер медицинской службы израильской армии в отставке. Меня туда пригласили. Но я это сделал, ну, скорее, из чувства врожденного авантюризма, на слабо. Мне было интересно, это был очень необычный проект. Он прошел, кстати, блестяще. А прошли годы, и я понял, что это самое важное, наверное, что я сделал в своей жизни. Мы там с моим коллегой обучили порядка 40 человек израильские методики оказания первой помощи на поле боя и другим различным навыкам профессиональным. И я понимаю, что эти люди, они используют сегодня, они все были военные медики, они используют сегодня эти навыки. Ну, в этой связи я хотел бы обратиться к вашим словам, в которых вы выразили уверенность в том, что Россия в этой схватке потерпит поражение. Почему? Вы знаете, я сказал об этом на второй день войны, когда я начал обзванивать своих знакомых офицеров Украины и пытаться их подбодрить. Хоть как-то я понимал, как им тяжело, сложно и страшно. И я говорил им все время, ребята, если вы продержитесь две недели, вы победите в этой войне. И они кивали головой, они как профессиональные военные понимали, о чем я говорю, но эта фраза про две недели, она распространилась, и на каком-то этапе меня стали штатские люди спрашивать, почему две недели, почему не 10 дней, почему не три недели, почему не месяц, откуда взялась эта цифра в две недели. И я объяснил, что, ну ведь Россия начала эту войну, она же, ну как бы, была по своей сути воплощением иррациональности и безумия во всех смыслах этого слова, в том числе из чисто военной точки зрения. И когда я понял, что у России нет второго эшелона, а вот эта вот группировка примерно в 220 тысяч человек это то, что у них есть, и они с этим собираются побеждать Украину, то я понял, что, ну раз второго эшелона нет, значит, либо первый эшелон в течение двух недель выполняет боевую задачу, либо он не выполняет боевую задачу. И тогда вся концепция войны, которая была, так сказать, выработана, она рушится, соответственно, вступает в силу концепция противоположной стороны. А почему две недели? Потому что две недели это то время, которое в состоянии активно наступать любая армия. Когда стало понятно, что второго эшелона у них нет, то, соответственно, в общем-то, вот две недели они определили, дальше что будет происходить. Ну и потом, когда эти две недели закончились, начался разгром российских войск под Киевом. И я очень хорошо помню в Израиле репортажи журналистов, израильтян, которые поехали туда, в Киев, для того, чтобы, рискуя жизнью, освещать, для израильских граждан показывать то, что происходит там. И они вот из Киева были эти репортажи, как раздают людям оружие, как строят люди баррикады. И никто не сомневался, что Киев со дня на день будет взять, что русские танки войдут в Киев, и после кровопролитных уличных боев столица Украины будет захвачена. Но профессиональные военные, они понимали, собственно, что если в первые дни будет отпор дан, должный, то все это захлебнется, и вся эта концепция рухнет. И поэтому, вот мне говорят, вот что самое важное было, вот под Херсоном там. А самое важное, на самом деле, было, это три вещи. Самое важное, это то, что президент не сбежал. Самое важное, это то, что заложный оказался одним из самых компетентных военачальников нашего с вами поколения. Самое важное, это был разгром российского десанта в Гастомии на второй день войны. Вот с этого начался крах российской военной концепции. Вы знаете, российские евреи, я слышу от российских евреев, которые, понятное дело, находятся и в плену пропаганды, и, так сказать, материя в значительной степени определяет их сознание. Они говорили, что, ну, Россия у них безграничные ресурсы. Россия не может проиграть. Эту войну Путин не проиграет. Дело в том, что, начиная эту войну, российское руководство исходило из нескольких ложных, фундаментальных предпосылок. Первая предпосылка была, что украинский народ, он, в общем-то, не собирается погибать за киевский режим, и, как только появятся русские войска, большинство граждан Украины будут рады приветствовать русских. Это была предпосылка номер один, и она была ложная на 99%. Вторая предпосылка была, что российская армия является сильной, современной, хорошо оснащенной, боеспособной армией. И эта предпосылка была ложной тоже на 99%. А третья предпосылка была, что произойдет то же самое примерно, что произошло, когда вот Россия вторглась на территорию Грузии. Что война будет быстрой, скоротечной, и Запад покричит, так сказать, повопит, и на этом все закончится. Но этого не произошло. И могущественные демократии западного мира, и прежде всего англосаксонские демократии, прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты проявили политическую волю, последовательность и стремление отстаивать свои цивилизационные ценности. И тем людям, которые начинают использовать пропагандистские клише «Россия никогда не проигрывает», «Россия не может проиграть эту войну», я хочу напомнить, что Россия, как любое государство, которое много воевало, много и со вкусом проигрывало войны. Бывало, что проигрывало, бывало, что проигрывало, и я могу привести три примера. Крымская кампания, это середина XIX века, русско-японская война, это начало XX века, и Первая мировая война. Так вот, во всех трёх случаях проигрыш в войне заканчивался сменой политической формации. И я хочу это напомнить всем россиянам вообще и всем евреям, которые проживают на территории Российской Федерации в частности. А евреям я хочу напомнить, что не обязательно переживать распад государства, находясь в нём. В вашем случае у вас есть альтернатива. Существует государство Израиль, где рады всем евреям и где наша армия защищает жизнь, честь и достоинство тех евреев, которые приезжают сюда и находятся здесь. Когда я приехал в Израиль, то у меня было чувство, я приехал домой. Я поэтому хотел попросить вас рассказать, как вы приехали в Израиль и как вы нашли своё место как в армии, так и в этой стране. Чувствуете ли вы себя дома сегодня в Израиле? Я хочу ответить вам откровенно. Моя жизнь в Израиле протекала очень по-разному. Когда я говорю эти слова, то почему-то люди сразу думают, что речь идёт о каких-то экономических обстоятельствах, вообще не об этом разговор. Я абсолютно материально устроенный человек, у меня нет проблем материальных, я сейчас говорю о совершенно других вопросах, о вопросах поиска себя, о вопросах самоидентификации, были не раз у меня ощущения, что я не чувствую себя до конца дома, нахожусь в каких-то внутренних метаниях, поисках и так далее. Но вот анекдот этой ситуации заключается в том, что примирил меня с Израилем Владимир Владимирович Путин, потому что оценил я Израиль до конца, год назад, когда он напал на Украину. Я подумал, господи, какое счастье, что я израильтянин. И вы знаете, я на эту тему вам хочу сказать, я вот очень люблю приводить этот пример, я как экскурсовод давно достаточно, может, лет 10 назад были у меня клиенты такие интересные, это были жены очень таких высокопоставленных чиновников российских, такие были мадам, значит, все в бриллиантах, и вот я их водил по Иерусалиму, там, ну, все как обычно, и они вдруг зашел разговор, они очень удивились, что у меня нету российского гражданства. Я говорю, да, вы знаете, у меня нету российского гражданства, потому что я уезжал еще из Советского Союза, это был 1990 год, и по советскому закону у меня забрали гражданство советское, потому что был такой закон, кто хочет уехать в Израиль, вы лишали гражданства. И мне поэтому невозможно было получить российское, то есть это был совершенно сложный процесс, ну, фантастический в своей сфере. Они говорят, как же вы живете без российского гражданства? Ну, как-то вот. И после чего одна из них говорит, послушайте, ну, вы же можете, например, пойти добровольно поработать несколько дней на рудниках, чтобы искупить свою вину. это сказала на полном серьёзе взрослая, солидная женщина, жена высокопоставленного чиновника, сама там не последний человек. То есть, во-первых, она считала, что во мне есть вина, то есть на мне есть вина. Во-вторых, она считала, что её нужно искупить. А в-третьих, она считала, что проработать несколько лет на рудниках, это как раз вот та цена, которую нужно заплатить за российский паспорт. Всё, больше можно ничего не рассказывать. Эта история, это анекдот. Я помню ещё, когда мы жили в Москве, то друзья рассказывали, что в Тель-Авиве открыли ресторан «Тоска по родине». Ну, ты можешь прийти в этот ресторан, можешь заказать себе бутылку водки, солёный огурец, там обязательно подойдёт человек и спросит, а что ты здесь делаешь, жидовская борта? Ну, вы знаете, я хочу ответить на ваш вопрос, касающийся, как я себя нашёл здесь в армии. Я хочу привести один пример. хочу рассказать одну историю, касающуюся понятия ценности жизни солдата. Вот я объясняю часто украинцам, как воюет российская армия, вот под Бахму там, или в каких-то других направлениях, что вот сидит условный полковник штаб и он даёт приказ какому-нибудь там капитану или лейтенанту вести ротту на очередной штурм пехоты. И когда он отдаёт этой ротте приказ выполнить эту боевую задачу, он в принципе эту роту уже скисал из личного состава. Он понимает, что она прекратила своё существование, начав выполнять эту ротту. То есть он в штатном расписании поставил крест, ротты больше нет. Вот бывает так. А бывает иначе. Я уже даже не помню, сколько мне лет тогда было, ну, условно говоря, ну, допустим, 22. И я был тогда в академическом резерве, и те, кто в академическом резерве в Израиле находятся, каждый год, месяц проводят резервистские сборы. И это был период, когда шла вторая антипада, и был я на территориях, это был в окрестностях Еврона, и это были первые мои были резервистские сборы, был молодой пацан со всем, и таких, как я, там была рота, рота вот этих русскоязычных студентов, которые оказались в армии, по сути, мы оказались на войне, то есть нас стреляли, мы стреляли в ответ, и было очень страшно. И вот нам три парня, три военнослужащих нам дают боевую задачу совершить там определенные действия, ну, допустим, патрулирование там в определенном месте, там очень неспокойно, и там за день до этого погиб солдат, и нам дает офицер это задание, а офицер такой вот, майор, это последний, были его резервистские сборы, все, он вот делал эти сборы и уходил в запас. Он уже был очень немолод, тогда он мне казался, я был совсем юным, он мне тогда сказал со стариком, наверное, ему было тогда столько лет, сколько мне сейчас примерно. Я помню очень хорошо, как он выглядел, он был высокий, долговязый, в вязаной кипи, в вязаной ермолке, религиозный мужчина, и он дает нам вот эту боевую задачу, смотрит на нас, и он ловит в наших глазах страх, и он понимает, что мы боимся. И он сказал вам, ребята, я с вами пойду, подождите, я одену бронежилет, возьму каску, и мы пойдем, вы не втроем пойдете, мы вчетвером спорты. И мы пошли уже совершенно с другим настроением и состоянием, и потом мы уже не боялись ничего. Вот бывает так. А можно послать роту и поставить на ней крест. Это вот как в Израиле относятся солдаты, офицеры. Народ без прошлого это народ без будущего. И мы ведь не просто поехали в какую-то страну, мы в каком-то смысле не иммигранты в Израиле, а репатрианты. Мы вернулись на свою историческую родину. Какой-то герой прошлого вдохновляет вас сегодня? Ну, мой абсолютный кумир из исторических персонажей это царь Давид. Но я вам хочу на эту тему сказать вот что. Вот моей дочке младшей недавно исполнилось 17 лет. И в качестве подарка на день рождения я ей подарил поездку в Рим. И вот мы отправились в Италию, в Рим. Я там был второй раз жизни, первый очень давно, много лет назад. И когда я был много лет назад в Риме, там так получилось, что часть достопримечательностей находились на капитальном ремонте. И вот ей там было интересно, она очень увлекается искусством, живописью. А меня интересовала в Риме одна единственная вещь. Меня интересовала аркадита. Всё. И вот я подошёл к этой аркадита, посмотрел на наш смысл-вешник, сфотографировал его. Про этот артефакт люблю напоминать своим знакомым палестинским интеллектуалам, с которыми мы иногда спорим по поводу того, что здесь делают евреи. Вы знаете, был замечательный раввин, раввик Каханеман, который основал Ешиву Понович в Израиле. Он пережил Холокост, он потерял всю свою семью. И впервые, подобно вам, отправился в Италию. Но там собирал средства для еврейского образования в Израиле. И он попросил в первую очередь, как только он приземлился в аэропорту, была ночь. Он сказал, «Я хочу видеть арку Тита». И когда он подошёл к арке Тита, то изумлённый человек, который его сопровождал, итальянский еврей, услышал, как он вдруг закричал, «Тит! Тит! Ам Исраэль Кай!» Народ Израиля жив. Я вспоминаю об этом каждый раз, когда везу американских ребят, детей русскоязычных эмигрантов, конечно, в Израиле, мы часто останавливаемся в Риме и подходим к этой арке Тита для того, чтобы ценить тот факт, что, казалось бы, разбитая Иудея возродилась, у нас есть своё государство, и народ Израиля жив, и мы можем в этом Израиле всё-таки почувствовать себя дома. Хочу вас поблагодарить, огромное вам благодарность за замечательный рассказ, и остаётся только пожелать, чтобы мы стали с вами свидетелями мира и мира в Украине, и дай Бог, чтобы мир был также в Израиле, и мы могли встречаться на радостях в Иудейской пустыне, или, кто знает, может быть, даже в Иерусалиме. Всего самого хорошего. Спасибо большое. Было очень приятно с вами беседовать, и шавуатов! Субтитры подогнал «Симон»